Три звонка, сигнал тревоги. Дальше все по многократно отрепетированному сценарию. Нужно следовать указаниям педагога. Так, ребята, внимание, пожалуйста. Встали, построились все. Сначала третий ряд, за ним второй ряд, за ним первый ряд. Замыкающая у нас Аня Кондратенко, она будет ответственная. Так выглядит план полной эвакуации. Школа 132, например, задача справилась за три минуты. Если требуется эвакуация частичная, об этом объявляют в громкоговоритель и потоки всех классов разводят в обход заблокированной части здания. В школе заключены договора с частным охранным предприятием. Охранник в наличии, тревожная кнопка, есть очень хорошее видеонаблюдение, исправный металлодетектор. Кроме того, раз в три месяца мы проводим инструктаж с сотрудниками школы, а потом уже классные руководители обучают детей мерам безопасности. В каждом кабинете находится план эвакуации. С этими планами знакомы и дети, и учителя. Сейчас проще, потому что кабинетная система, дети четко знают, в каком кабинете они находятся, знают план эвакуации. После трагических событий в Казани эти навыки приобрели особую значимость. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, главой городского округа Самары Елены Лапушкиной дано указание незамедлительно проверить все образовательные учреждения на предмет безопасности. Наличие металлодетекторов, кнопок тревожной сигнализации, отлаженность взаимодействия педагогов с силовыми структурами. Мы ставим задачу проверить абсолютно все. На первом этапе за вчерашний день абсолютно все учреждения прошли проверку силами собственными, создав внутренние комиссии проверочные. И в данный момент мы продолжаем проверки уже внешние со стороны департамента. В первую очередь проверяем исправность это металлодетекторов, потому что это немаловажную роль играют, находятся они непосредственно на входе в здание. Второе, это работа непосредственно охранников, то есть как они реагируют. Также смотрим журналы структажа охранников. Работоспособность камер по периметру учебных учреждений тоже немаловажный вопрос, тоже уделяется особое внимание. Проверки проходят не только в школах, но и во всех детских садах, вузах и СУЗах, а также в учреждениях дополнительного образования. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События.